Ребята, 10 тысяч лайков и я буду счастлив. Ну что, друзья, не успели мы отойти от Тоти Хайпа, как яшники снова выпускают супер-пупер промо-команду. Future Stars. В общем, малышня, у которых рейтинги будут наверняка круче, чем у некоторых топовых легенд. Ну и как вы видели в названии, я снова собрался очередную легенду. Я почему-то подумал, блин, мне упал Роналдинио. Наверное, у меня пошел винстрик и в последнее время мне начали падать бразильцы. Сократос, КК, Роналдинио. Ой, я тут подумал, может быть, и Роналду мне дропнется. Хватит, она открывает, ребята. Ну, глаза вот так залуживают. Типа, что-то подозревает, но улыбается. Так, что-то подозревает. Кто у нас что-то подозревает? Такая прическа, я что за моду у них пошла? У многих такая прическа. Типа, вот такая вот коротенькая, как бы тут тоже. Типа, коррект, плохо подстриженная, как я говорила. Вот в той же серии. Это пирло? Нет. Баджо? Нет. Подозрительно смотрит. Подозрительно смотрит. Что он подозрительно смотрит? Конечно, плюс-минус, как обычно. Обычно что в огне? Да, никаких. Ярких таких чертей. Какой у него показатель дриблинга? 66. 66? А показатель защиты? 91. Мальдини? Нет. Неста? Угу. Да, звучит как у Настя. Блядь. Да, да, я сказала. Ой, блядь. Ебучий случай. Опять итальянец. Ебучие пуфики, блядь. У Гулита 90-й рейтинг, блядь. Это очередной итальянцы, ребята. Нет, все-таки мое мышление меня подвело. Винстрик не пошел. Это Неста, ну, почти Мальдини. Вот Мальдини было бы круто, но Неста, сори, я уже закинул в ближайшее СБЧ. А сегодня, ребята, у нас в чемпионате Италии заруба. Ювентус будет играть против Ромы. По закрепленному комментарию вы можете сделать вставочку на сайт OneX или же просто можете использовать мой промо-код. А если вам нужны монетки, мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам. Ну что, ребята, залетаем. Рейна, Бергвин, Камабвинга, Бруно Гульмиара. Блин, кто все эти люди? Промо-пакетики по 50 тысяч. Поехали, открою несколько штук. Возможно, именно здесь мне повезет. Что-то цветное. Это вроде Inform. Франция. Кто там? Правый защитник. О, да это же легенда Арсенала. Дебючи. О, Walkout. Ну-ка, давайте, Future Stars. Нет, это Inform. Давайте, Салаха. Салаха. Нет, это чувак, который падает абсолютно всем. Так, в промо-паках ничего. Пока что я вот эти вот наборы засейвлю. Но перед тем, как их открыть, хотелось бы посмотреть, какие карточки они добавили в заданиях. Так, тонали дают задание. 8-7 рейтинг. Статы все 80+. По статам, ребята, это Baby Gullet. Вы сами посмотрите. Практически все статы круче, кроме дефа всего лишь на единичку. Ну, сила круче, чем у Gullet в некоторых моментах отборы. То есть за бесплатно это прям шикарная карта, поэтому всем советую собрать ее. В СБЩе у нас Бруно. Фамилию я даже не буду пытаться читать, чтобы не заковеркать ее. Доступно сразу две версии. Они отличаются друг от друга. Правая версия это прям такой разрушитель. У него деф круче физуха. А вторая уже такая, более бокс-то бокс. У него дриблинг покруче чуть-чуть, удары и, собственно, скорость. Но при этом физуха и деф похуже. Блин, ну это, конечно, сложный выбор на самом деле. Сборка вроде не такая дорогая. Это плюс линк к Неймару. Поэтому почему бы и нет? Будем идти от самых мелких рейтингов к самым высоким. Первый игрок у нас Далот. Жосе Далот. Статы, в принципе, прикольные. Но учитывая, что как бы есть Эрнандес, зачем этот парень нужен, не знаю. Хотя я знаю один повод. Он португалец и у него будет зеленый линк к Криштиану. Так что, если отталкиваться от этой логики, то эта карточка имеет право, так скажем, на жизнь. Итак, 86-й рейтинг. Ишак, Исак. Называйте его как хотите. Баланс 74. Это уже меня отталкивает. Рост метра 90. Ну, в общем, такой чел, который потаранится, может пободаться. Там выиграть верховое единоборство. Таких игроков я не очень люблю. Хотя у него пятерочка на Викфуте. Возможно, из-за этого этот парень будет стоить денег. 20-летний Андрей Лунин. А вот это вот уже интересная карточка. Да, все мы понимаем, что позиция голкипера. Это такой рандом, все такое. Но так или иначе, хороший рост. Статы неплохие. Линкуется с Вараном Казимира. В принципе, для какого-то там разнообразия вполне себе. Я бы его даже в основе заюзал. Ну что, как говорится, Уолкер. До свидоса. Джеймса. 87 рейтинг. Статы просто бешеные. Сила 88. Деф отличные статы. Вот это карта, которая наверняка будет стоить дохерищи денег. С Забаслай. 88 рейтинг. Сколько тебе лет, братан? 20 лет. А он уже практически по всем статам уделывает своего соотечественника Пушкаша. Вот это, мне кажется, недопустимая херня. Когда у таких топовых легенд статы, бля, ну плюс-минус наравне. Как у будущих звезд. Следующий игрок у нас на очереди. Серджинио Дест. Вот вам и хороший линк Клео Месси. Как говорится, 95 пейс. Также у правозащитника 4 на 4. Это хорошо ценится. Поэтому карточка, я думаю, будет популярной. Поэтому, если что, присмотритесь к ней. А вот вам линк и Криштиану Роналду. Кулушевский. 92 скорость, шутинг, дриблинг. В общем, все статы круто забущены. Единственное, конечно, тройка на финтах. Мне не очень нравится. Еще очень сильно смущает его агилити и баланс. По 75. Это очень плохо. Так что, дриблинг 92 это всего лишь цифры. Не верьте в это. 88 Барнс из Лестер Сити. Цапник. Статы вроде бы неплохие. Но, хз еще об этой карте сказать. Ну, типа, крутые статы. Все. Больше нечего сказать. Ну и, в принципе, вы можете его использовать как клинк к тому же в арте. Ну и, собственно, три самые топовые карточки. Это Бергвин. 4 звездочка скиллмуф. И 2 на Вигфуте. Это, конечно, страшно. Но статы у пацана крутые. Сила 90. Это значит, что он будет толкаться охерительно. Баланс, ловкость. Так что, если вас не смущает двоечка на Вигфуте, то почему бы и нет? А вот что меня пока что смущает, это его прайс в 1 миллион. Ну, ясен хер. Это оверпрайс. И переплачивать я бы не советовал. А вот это вот что такое? Что за убийца с взглядом младенца? 91 рейтинг. Алло. 8.7 деф. 8.7 физуха. 90 дриблинг. Это что вообще за монстр такой? Воркрейты хай-хай. Метр 82. Блин, пацану 20 лет. И уже имеет статы 91. Прайм Вьера просто отдыхает, ребята. Тут мне даже нечего сказать. Вот что за конструктор Лего? Я никогда в жизни не гуглил Лего. Почему мне это высвечивается в полвидоса? Очень страшный ценник, ребята. 2,5 миллиона. Ну и финальная карточка на сегодня. Рейна 91 рейтинг. Чел из Баруси и Дортмунд. Опять же, обращаю внимание на его Вигфут. Это всего лишь двоечка. По скиллам четверочка. Статы крутые. Что тут сказать? Единственное, вот этот вот разброс в дриблинге мне не нравится. Типа, компроушер 70, реакция 73, а все остальное под 90. Очень странный разброс. Такие вещи я вообще не одобряю. Ну и то же самое с пасами. Типа, вешает он хреново. Длинные пасы 71. Для цапника длинные пасы 71. Это прям катастрофа. Так что эту карту я бы не рекомендовал. Особенно за такой прайс полтора миллиона. Ну и переходя к нашим корешам из OneX, не забывайте про мой промокод PANDOS. Вот такой вот первый взгляд на карточки. Пишите в комментариях, что вы думаете про вот это вот все дело, когда у каких-то мелких пацанов статы круче, чем у легенд. Я до сих пор это не одобряю, у меня до сих пор травма с тех пор, как я увидел статы Венисиуса. Там то ли в 18, то ли в 19 фифе. Ну, я думаю, многие уже смирились. И, собственно, давайте попробуем сейчас кого-то из этих пацанов поймать. Как видите, у меня много различных промо-паков, поэтому я надеюсь, что хотя бы одного я сегодня поймаю. Йоу, ребята, смотрите, какого беста поймал чувака. Просто фамилия состоит из двух букв. А, W. Блин, как же круто это звучит. А вот тут загадка для лдов, ребята. В какой фифе этот парень был на обложке пакцов? Если вы шарите, напишите об этом в комментариях. Вот такие вот внезапные интерактивчики на моем ролике. Ну, ни хера себе у тебя прическа, братан. О, Волкаут. Ну-ка, давайте Фьючер Старс. Нет, это обычный Волкаут. Англия. Сопник. Это, конечно же, Хендерсон. Вот, блин, как говорится. О, а вот этого чувака я знаю. Я где-то недавно мемасик увидел, где прекрасный стоп-кадр был с этим лицом. Так, а вот эта вот фамилия вот прям на грани осуждения, ребята. Я реально сижу, всматриваясь в карточки фамилии и пытаюсь ловить с этого кека. Ну, яшники пока что мне намекают, что у меня тут по дропу. Все, ребята, остались самые жирные паки. Четыре редких мега-набора. Опять же камнеболовцы. Вот сколько времени уже прошло со старта FIFA 21. Почему нельзя убрать эту гребаную анимацию камнеболов? Почему? Опа, Волкаут. Ну-ка. Нет, это не Future Stars. Это обычная карта. Это Ханданович или Облак. Ханданович. Ну что, ребята, это был последний пак. И сейчас, естественно, я пойду за кэшбэком. Паки, спасибо, Пандос. Это Inform Sochic. Нет, это Португалия. Это Форвард. Жалко, сейчас нет Криштиана Роналду в атаке. Окей, 84 рейтинг с пака. Спасибо, Пандос. Это неплохо. Ну что, тут у нас еще 13 пак. Спасибо, Пандос. Шанс, конечно, невелик в наше время что-либо поймать. Но, так или иначе, пощелкаем. Dayong, 85-й. Пока что это лучший дроп. 19 штук стоит даже. Опа, Волкаут. В последнем паке, ребята. Спасибо, Пандос. Падает Волкаут. Абуми Янг 40 тысяч до сих пор стоит. Окей. Ну и давайте закончим этот видос красиво. Все-таки не хочется выходить без Future Stars карточки. И, блядь, и этой карточкой, блядь, и этой карточкой у меня. Да что такое? Почему их всех так быстро разбирают? Ребята, Андрей Лунин в моем составе. Сори, Куртуа, но ты у нас уходишь на баночку. Вот какая красота теперь у меня получается. Ребят, вот такой вот видеоролик получился. Пообсуждали карточки, пооткрывали Пок Ци. Не забудьте оставить классный комментарий. Поставить лайк, если вам понравился этот видос. Ну и, в общем-то, сами пишите в комментариях, что думаете по поводу этих карточек. Нравится ли вам этот виш или нет. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Чао, какао. Блин, так хочется открыть один пак за 100 тысяч. Но что-то не хочется донатить. Ладно, давайте. Открываю один пак за 100 тысяч. Я, наверное, пожалею, что я это сделал. Все-таки монеты это такой ресурс. Так, не смотрю, есть волкаут или нет. Чтобы раньше времени себя не расстраивать. Франция. Вратарь. Лерис. Ну, понятно.